здравствуйте дорогие наши слушатели продолжается скоро закончится еще идет великий пост и работа и сегодня мы хотели бы дополнительно поговорить о здоровье мужчин на 23 февраля мы записали одну программу вы можете найти посвященную тестостерону и здоровью мужчин сегодня в рамках особенно религиозных различных праздников давайте вспомним еще раз о наших любимых мужчинах об их здоровье и что для этого необходимо как и у всех нас так устроена генная регуляция у нас есть жизнь до 35 лет когда мы прикрыты и защищены активностью наших генов они работают на полную катушку они нам помогают сопровождают нас каждодневной жизни процесс по научному называется генной экспрессии она у нас держится примерно чтобы не делали на хорошем оптимальном уровне где-то примерно до 35 лет и после 35 она начинает снижаться то есть у нас у всех у женщин и мужчин есть принципиальная история эта жизнь до 35 лет и после 35 лет когда запускаются процессы по принципу детонка там рвется почему сегодня именно мужчина у них есть другая особенность снижение тестостерона у мужчин начинается в возрасте 28-30 лет чуть раньше чем еще начинает затухать экспрессия активность наших генов так вот после 35 лет эти процессы соединяются и если ничего не делать то результат может быть плачевным я вам приводила такой пример в прошлой нашей программе о здоровье мужчин говоря что есть выражение инфаркт помолодел и что на самом деле не инфаркт помолодел а тестостерон упал за счет этого образуется ломкость сосудов и конечно нарушается выработка не только тестостерона но повышается кардио риски и риски инфарктов говоря сейчас о мужском здоровье нам надо также обратить особое внимание не только на гормональную выработку но и на работу мозга для того чтобы мужчины себя чувствовали хорошо вот в их случае как никогда особенно сейчас весной любом всегда случае соблюдаете вы рамадан или великий пост или не соблюдаете необходимо обращать внимание на здоровье мозга так как здесь нам понадобится прежде всего аминокислоты мужчинам нужно больше аминокислот потому что у них больше мышечная масса также и расход их велик они нам нужны для выработки других гормонов гормонов щитовидной железы гормона роста ну и конечно нейротрансмиттеров мозга дофамина это драйв это либидо очень важный нейротрансмиттер это у мужчин как он отвечает за принятие решений за концентрацию внимания за память если у вас хороший тестостерон у вас при этом низкий дофамин эффекты тестостерона вы будете ощущать меньше так как нету определенного драйва возникающего на фоне дофамина ацетилхалин память радость жизни внимание творческий процесс без этого не будет ничего без аминокислоты пожалуйста включаем наше питание весной независимо от религиозных традиций мужчинам особенно повышаем потребление аминокислоты пожалуйста используйте гиперпротеиновый коктейль мужчины когда они отказываются от мяса их жизнь становится крайне грустной потому что у них многие процессы в организме начинают сыпаться как эффект домино именно за счет того что нет нужно поступление белка и аминокислот нет нужно поступление жиров сбивается гормональный синтез падает тестостерон я видела свои практики достаточно молодых мужчин 40 с небольшим до 45 которые весной приходили в состоянии биологического возраста на 80 они так себя уже плохо чувствовали то что они много работали они плохо спали или спали недостаточно тут они решили так сказать соблюдать религиозные традиции это только добавило усталости так как элементарные принципы здоровья не соблюдались и я видел этих мужчин в состоянии когда они не понимали как связать два слова в предложении когда не забывали и нужно было переспрашивать каждый раз а что вы только что сказали потому что нарушалась память из-за отсутствия аминокислот из соответственно нужных нейротрансмиттер в организме и количество белка у которого была колоссальная усталость поэтому пожалуйста для мужского здоровья не забываем что нам нужны большом количестве белки и аминокислоты не только гормоны что нам также понадобятся жиры очень важно для синтеза гормонов это прежде всего омега-6 для кардиоконтроля это омега-3 как источник правильных жиров включайте это все ваш рацион ну и конечно восстановление нервной системы серотонин для релакса и габа нейротрансмиттер антистресса и соответствующая аминокислота ганг для восстановления этого ресурса почему мы сейчас обращаем особое внимание на здоровье мужчин в отличие от женского организма адаптационные механизмы мужского организма развиты хуже женщины несмотря на свою видимую хрупкость они обладают гораздо большей высокой выносливостью чем мужчины потому что именно на женщина возложена функция продолжения рода простыми словами женщина будет рожать и поэтому природу дал женщины все для того чтобы выстаивать тяжелых сложных условиях у мужчин таких механизмов нет или они развиты гораздо меньше поэтому их здоровье гораздо более уязвимо к любым ограничениям и возникновению прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний если вы хотите чтобы ваши мужчины были здоровы пожалуйста дорогие женщины проследите за этим дело в том что мужское здоровье находится в ваших руках тоже как правило мужчины не жалуются они интроверты по своей сути особенно сильные мужчины и давайте им пожалуйста замкнуться в себе это не значит что их нужно постоянно теребить нужно поставить просто перед фактом выполнение определенных рекомендаций это не занимает много времени потребуется только утро и вечер для выстраивания обменных процессов не забываем о других кардиозащитниках это группа b витамины группы b пожалуйста витамин d витамин d это для мужчины витамин номер один вместе с фолиевой кислотой почему потому что витамин d это не только иммунитет как многие из вас знают здоровье щитовидной железы у мужчин витамин d играет важнейшую роль выработки тестостерона без витамина d тестостерон будет падать причем существенно далее витамин d будет также играть важнейшую роль в регуляции сахара и развитие метаболических синдромов хочу напомнить что такое метаболический синдром это триада когда есть гипертония то есть повышение давления когда есть нарушение веса и нарушение сахара то есть увеличивается сахар в крови но это еще не диабет вообще-то диабета ни в коем случае не надо доводить это все надо регулировать раньше внешне это выражается в том что на талии образуются такие валики характерные валики и французы очень мило это называют этот симптом липуанье даму как бы ручки любви то есть можно так взять и подержаться поэтому но эти валики не нужны на самом деле потому что это именно тот самый метаболический синдром который приведет другим важным нарушениям хочу обратить ваше внимание дорогие мужчины дорогие женщины что нарушение и возникновение метаболического синдрома могут идти даже при нормальном питании как-то не странно с чем это связано с механизмами стресса стресс с одной стороны это защитная реакция организма но он будет поднимать уровни сахара в крови как следствие даже человек может не есть ничего вредного но сахар у него будет повыше почему так устроена природа а потому что сахар нужен для питания мозга чтобы человек мог быстро среагировать состоянии опасности это все хорошо если это единичный стресс а если это хронический стресс который идет сейчас как никогда то этот процесс запускается на этом фоне что делать использовать метформин он же глюкофаж пожалуйста это беспроеброшный вариант второе вы можете использовать хром они сочетаются эти два препарата конечно ограничить прием сахара чтобы как-то сохранить улучшить здоровье для мужского здоровья принципиально важно не есть сладкое так как сладкое будет способствовать и нарушение выработки тестостерона и запуску воспалительных процессов как в кишечнике так и в сосудах что крайне опасно соответственно будет повышаться кардиориски то есть риски сердечно-сосудистой патологии плюс у нас получится замкнутый круг поэтому пожалуйста обратите на это внимание в случае мужчин также я не устаю это говорить и мужчинам и вам женщины чтобы вы могли способствовать здоровью ваших любимых мужчин это то что мужчины очень и гораздо более чувствительны к различным заболеваниям в том числе и сердечно-сосудистым больше чем женщин и риски выше на фоне стрессов и изменениям гормонального обмена если вы хотите дорогие мужчины быть здоровыми соблюдайте вот эти основные правила о которых мы сегодня рассказали как в питании так и в микро нутриции еще раз напомню что для восстановления нейротрансмиттеров мозга для антистресс эффектов и конечно выработки серотонина эффективно очень работают наши препараты триптоджин и габаджин это доказано уже не только научными исследованиями прежде всего самими нашими пациентами которых мы восстанавливаем таким образом всего доброго до новых встреч